привет любителям тортиков на очереди у нас новый торт торт сникерс значит буду здесь поэтапно рассказывать чтобы не заставлять весь стол поэтому сначала мы будем готовить шоколадный ганаш он состоит из сливок сливок 280 грамм я их разделила на две части одну часть пополам разделила пополам одну часть значит я подогрею это будет комнатной температуры сливки и шоколад шоколад у меня здесь молочный 190 грамм и 50 грамм темного шоколада вот такие ингредиенты но сейчас ставим сливки на огонь и подогреваем их сливки подогрели но не до кипения а просто сделали горячие и сейчас будем плавить здесь шоколад так для того чтобы все полностью быстренько растворилась блендером пробьем все пробили блендером теперь выливаем сюда сливки комнатной температуры вот так с минуту примерно пробиваем блендером блендер держим 45 градусов примерно под 45 градусов чтобы выходили пузырьки наружу вот уже пузырьки пропадают с поверхности видно да то было их много-много а а теперь они пропадают ну все и теперь всю эту массу мы ставим на стабилизацию ставим наш ганаш остывать стабилизироваться на 12 часов пленочкой закрою чтоб не заветривалась ничего вот так все ставим на стабилизацию на 12 часов а теперь будем готовить карамель сюда идет масло сливочное 40 грамм сливки 60 грамм сахар 110 грамм и ванильный сахар 8 грамм сливки ставим на подогрев и сахар ставим тоже на огонь ванильный сахар я сразу смешаю с сахаром сахар я поставила на огонь огонь средний включила и ждем когда начнет он плавится потихонечку кипит закипает не мешаем не трогаем вот как есть так и есть ух как бурлит но цвет пока еще не меняет какой есть такое есть будем ждать когда она начнет менять цвет пока кипит у меня сахар мой в это время я поставила сливки и довожу их до горячего состояния но не кипячу вот потихонечку начинает менять цвет так ставим на огонь и и минуточку проварим температуру сиропа я догнала до 180 градусов сняла и стала заливать горячие сливки так ну все минуточка уже проварилась выключаем газ он нам больше не нужен и вот так вот и масло сливочное масло сюда выкладываем и мешаем до полного растворения масла и вот она наша карамель выходит вот такая красота все карамель у нас готова сейчас я ее вылью в другую посуду и поставлю остывать до комнатной температуры так все значит я решила в мешок не выливать я лучше вылью ее вот сюда и пускай она у меня остывает вот такая красота у меня вышло все вот так вот все вот вся расплавилась весь сахар расплавился все кристаллы расплавились и ставим ее на остывание можно конечно ее положить в мешок и можно хранить до семи суток в холодильнике но мне сули 7 суток не надо мне нужно чтобы она просто пока остыла время у меня есть так что пускай естественным путем остывает так друзья сейчас будем готовить крем для нашего торта сникерс сюда идет творожный сливочный сыр 500 грамм карамели которую мы варили я добавляю сюда 47 грамм сахарная пудра 94 грамма и сюда же идут холодные сливки тоже 94 грамма я их не стала доставать сейчас из холодильника достанет застанем их последний момент это все комнатной температуры а сливки должны быть холодные так значит взяла вот они сливочки сахарную пудру сюда высыпаю вот этот не стала подогревать карамель ну думаю что ее здесь немного я думаю что она у меня разобьется миксером думаю разобьется ну пробуем на самой маленькой скорости на первой скорости ну и разбилась вся я немного включу посильнее чтобы подбила но буквально ненадолго ну-ка что там как нормально это нормально все вот мой бисквитик сейчас я срежу эту шапку отстоялся он у меня холодильники мне нужно порезать на 4 коржа ну надеюсь я его нормально разрезала да нормально не включила камеру забыла и разговариваю разговариваю но всяко бывает так все ладно бисквитики я порезала вот на 4 штучки сейчас будем собирать торт но прежде чем собирать торт вот наша карамель я высыпаю туда мой арахис он у меня поджарен и почищен карамель я немножечко подогрела сейчас мы это смешаем еще надо было наверное побольше подогреть нормально положится хорошо в торт люблю когда много орехов орехи конечно по желанию можно другие брать но вот арахис вкусный мне нравится но начнем собирать тортик мешочки будут вот так лежать у них есть такое свойство выливаться ну что поехали сейчас возьму вот этот сначала самый такой посередочке поставим так пропитка у меня я уже говорила по моему молоко сгущенное и молоко простое кипяченое кипяченое так будет лучше пусть пропитается так сейчас мы поставим кольцо вот так пленочку сюда немного прижмем все все так теперь ганаш вот так будет супер шоколадный тортик теперь положу наверное вот этот разрезала и они такие хрупкие и он у меня сломался теперь вот надо вот так делать оно все конечно приклеится нормально но факт наяву пропитка все опять подождем немножечко чтобы она немножечко впиталась так теперь кладем сюда крем чиз а теперь делаем бортик так теперь берем арахис вместе с карамелью и скромненько выкладываем сюда берем коржик какие они нежные на него наносим наш ганаш вот так не сломался бы очень хрупкие вот таким вот тоненьким слоем нанесли ганаш теперь нам его нужно прямо вот так вот раз и кверх ногами и кусочек все равно отломила но очень тяжело еще и переворачивать так и это мы запечатали ганашем запечатали нашу начиночку а теперь сверху опять пропитаем все пускай пропитывается ну а теперь наносим опять ганаш весь который у нас остался вот так и распределяем его на весь корж толщина его должна быть примерно сантиметр может быть сантиметр ну 10-13 миллиметров вот так вот так лучше сказать вот так распределили берем наш последний корж так вот этой стороной и кладем его сюда и тоже пропитываем так немножечко сейчас придавим так чтобы было более равномерно так хорошо не разъезжается отлично все и сейчас пропитаем пропитка как раз вся уходит ничего не остается все вот так сейчас она пропитается все туда впитает в себя мы закрываем пленочкой и ставим в холодильник на стабилизацию так как сейчас уже можно сказать почти ночь поэтому до утра как раз хорошо вот так впитых сделаем чтобы было нормально все до завтра ну вот отстоялся наш тортик такой у нас получается пропитан хорошо хорошо так сейчас я хочу вот у меня шоколадный ганаш и сейчас я покрою тортик шоколадным ганашем теперь будем украшать сначала немножечко покроем торт ганашем ну я наверное покрою а потом включу камеру это долгое у меня дело будет вот друзья ну вот как выровняла так и выровняла все мое значит на день рождения внуку я готовлю и нужно мне сейчас сначала наверное положить паспорт ну вот такой вот у меня паспорт уж какой есть он нет у меня этого покрыть чтобы декор гель ну вот так если я положу падение упадет еще мастика так не досохло до конца падение упадет надеюсь буду надеяться на то что он не упадет сделала вот такую вазу которую я поставлю вот здесь вот так вот она будет стоять красиво красиво потом вот вот эти вот где мне их сделать или спереди поставить даже не знаю где лучше поставить 14 лет наверное сзади поставлю а здесь поставлю или лучше здесь поставить нет наверное здесь ой только не сломайся вот это по-у--- - 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 туго входит ну вот так вот будет а здесь где-то на переднем плане я думаю вот так и вот так маленькие но нет у меня цифр и гору 14 ну вот так вот как то может быть я неправильно но как есть есть у меня шарики которые я хочу положить вот сюда вот так вот вот сзади но мы его вот так посадим от садим вот здесь у меня все в круглом виде так но я думаю что сюда нужно посадить положить еще один чтобы это было только не швом а вот так примерно ну на низ я не знаю даже один наверное вот сюда вот подсажу вот так вот отпускай отпускай вот так теперь нужно мне вот такой вот вот такие вот печенюшечки вот такие с одной стороны я покрыла этим золотом тоже вот так вот здесь вот так положу здесь где-то нужно вот так воткнуть здесь вот таким образом сделать и и здесь вот таким образом сделать между ними вот здесь вот подставить вот так хотела на ребро сюда еще вот так вот ребром поставим спереди здесь пас ну можно вот так вот да она 14 не загородится ну и тогда еще одну куда-то вот сюда положим вот так вот отпускай все а вот бусинки мы положим вот так сожалению мне не оказалось золотых бусинок я взяла перламутровые и покрасила их золото и здесь много не надо вот так покрасила их в мешочек сыпанула немного золотой красочки и все и подкрасила и вот здесь где-то стоит пускай правильно правильно а это немножечко сюда вот так подделаем 10 еще малюсенькую бросим и где-то еще у меня есть маленькая он туда ее бросим а вот так где-то здесь вот так все вот такая красота у меня выходит прошу любить и жаловать в общем вот такое у меня получилось такой фасон торта я еще не делала вот пожалуйста прошу любить и жаловать кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал буду очень рада ну и до новых встреч с новым тортиком